Всем привет, с вами First One и это 18 выпуск, посвященный игре Пекла. Ребят, сразу приношу свои извинения, но в выходные мне никак не получается играть. Я тут, конечно, забегал, собирал какие-то ресурсы, даже иногда успевал по экспедициям полетать, но ничего серьезного. Хотя одну миссию я все-таки прошел, сюжетную, и как бы даже пытался записать видео, но у меня не хватило времени его смонтажировать. Поэтому, в принципе, оно и получилось неплохо, точнее, наоборот, плохо, потому что я торопился, там что-то запинался. Ссылку на него я выложу внизу, в описании к видео, так что, если хотите, можете посмотреть, но вышло неудачно. И открою вам еще один небольшой секрет. На самом деле у меня сейчас произошла проблема, вот это видео, которое вы сейчас наблюдаете, оно изначально вышло без звука. Просто там, как бы, старые настройки сохранились, ну, не суть важно. Поэтому я сейчас пытаюсь всеми доступными мне средствами спасти видеоматериал отснятый и накладываю звук поверх, уже пытаясь вспомнить, что я примерно говорил. Вот сейчас я вожу мышкой вокруг Скарлетней, а это значит, что в тот момент я говорил о ней. В общем, что могу сказать, ребят, случилось вообще непредвиденное в эти выходные к нам в офис нашей космопехоты ворвалась какая-то обезумевшая женщина с двумя ониксами 46-го калибра. Рассказывала про своего мужа, который погиб в бою с Роем, пыталась, хотела записаться нам в ряды космопехоты. Мы ее пробили по-быстрому по базе данных и что мы узнали? Мы узнали, что это Скарлетней в будущем приведет нас к победе над Роем и над войсками культа машин. В общем, над всеми этими роботами мы, конечно же, ее взяли, эту несравненную, неподражаемую Скарлетней, так что прошу любить и жаловать. Вот здесь я как-то смотрю свои войска, рассказываю, да, конечно, никудышно, когда видеоряд не совпадает с голосом, но суть была примерно в том, что все войска я свои уже прокачал до 16-го уровня. Это максимальный уровень, который возможен на данном улучшении моего здания. Осталось мне прокачать только легких пехотинцев на два уровня, но данных у меня здесь не хватило. Так, что ж, я сейчас, наверное, рассуждаю, куда мне отправиться дальше, открываю карту и... что я выбираю? Выбираю, я не знаю, наверное, выбираю кого-то из генералов. Тут, в принципе, я смотрю, три простеньких генерала 12-го уровня, у которых не очень много птичек, ну вот у одного 32. Но, тем не менее, ребят, приоткрою завесы тайны, со всеми генералами я тут справлюсь успешно. Итак, что ж, тут пока загружается раскладка войск. Я даже не знаю, а можно попробовать вообще представить, как будто я только сейчас, только сейчас играю в первый раз и комментирую по ходу, так, что тут у нас нету, нету розовых войск, поэтому я, наверное, тут справлюсь, потому что у нас есть легендарный герой, несравненный Скарлет Ней. Высадим тут притарианцев, миротворцев и, наверное, по задам у нас уже пойдет добивать всех неверных наша Скарлет Ней. У нее есть навык кровавое расправа, который наносит в два раза больше урона дальней атакой. То есть, я так понимаю, всем. Есть у нас ребята, которые справляются с роем, есть у нас ребята, которые против роботов, но Скарлет Ней, она такая женщина, она крошит всех в кашу, ей все равно. Рой там, роботы, просто всех на мясотерке фарш перетирает. Есть у нее также парализующая граната, которая наносит 15 урона и обездвиживает врагов на 3 секунды. И ослепляющая граната, которая, скажем так, понижает защиту вражеских войск на 50% на 5 секунд. Это очень замечательные способности, наверное. Не так важно, что она там может еще и навести врагам с кулака, хотя, ну, пока что она, мне кажется, у меня не сильно бьет с руки, но со временем, когда она подразовьется, думаю, будет просто неплохо бить. Там же можно ее тоже прокачивать, можно всякие ей вещи, наверное, покупать или там находить где-то в миссиях. Я уже тут посмотрел, довольно-таки дорогое, стоит ее прокачать, на этом нужны золотые. Мне пока что, наверное, важнее какие-то боекомплекты для солдат своих приобрести. Ну что ж, выступаем мы в бой, нападаем на врага, и я тут уверен, что мы его сотрем в порошок, сомнем в кашу. Довольно-таки быстро подходят наши претарианцы. Боекомплекты я решил не тратить, решил, что справлюсь и так, покуда у моего врага нету фиолетовых войск, которых я так боюсь, потому что у меня их тоже нету. Что ж, помаленьку мы тут прессуем. Выходит на поле боя Скарлетт Ней, и я чувствую, как только она вышла, сразу переломный момент. Сразу же, как бы, у моих войск шкала падает гораздо медленнее. Потому что, знаете, когда появляется на поле боя Скарлетт Ней, она просто деморализует врага. Враги бегут, они сдаются, у них, не знаю, все плохо происходит. А у нас все хорошо. Что ж, легко мы тут справляемся. Получаем свою награду 69 металла, 11 кристаллов. В общем, все отлично. Завершаем эту миссию, и, наверное, сейчас отправимся куда-то еще. Что тут у нас есть? У нас есть бар, да, я решил посмотреть. У нас есть пукалка, которая увеличивает дальнюю атаку Скарлетт Ней на 5. И вот, собственно говоря, решил я тут глянуть еще, как ее покачать. И узнал, что это довольно-таки дорого. 15 монет на это нужно. Но это никуда не годится. Мы, как недонатеры, следим за каждой копеечкой. И поэтому пока что не решаемся. Не решаемся делать такие огромные траты. Здесь какая-то новая миссия от Скарлетт Ней, которая рассказывает какую-то свою сюжетную историю. И просит меня куда-то отправиться. Но я пока туда не спешу. Что ж, давайте еще кого-нибудь из отступников, наверное, да, побьем. Кто у нас тут есть? 18 птичек, 19 и 58. 58 это, наверное, не для меня. Это, наверное, какой-то сильный противник. Поэтому нападем на того, у кого 18. Вижу я тут, что нету у него, опять же, фиолетовых страшных войск. Нету у него Скарлетт Ней. А если у него нету Скарлетт Ней, ну правильно. Разве будет Скарлетт Ней сражаться за каких-то отступников? За тех, кто предал родину. Она только на стороне бравых, бравых, сильных солд... Ну, в общем, она на стороне таких, как я. Поэтому у нашего врага Скарлетт Ней нету. Что ж, отправляются тут наши претарианцы. Их тут маленько берут в кольцо, но это ничего, они справятся, я уверен. Следом идут наши миротворцы. Сейчас они своими напалмами, своим массовой атакой свергнут наших врагов. И вот она, появляется Скарлетт Ней. И давайте сразу посмотрим, как у врага падает шкала. Она даже не может дойти до кого-нибудь, выстрелить, как все. Просто крошится, рушится. Ну что ж, тут уже видно. Видно наше преимущество преобладания над врагом. Скарлетт Ней с двух своих стволов расстреливает мятежников. Какие-то, вот я тут видел, да, две анимации, наверное. Или даже три. Вот одна она вот кинула только что гранату, какая-то вспышка произошла. Видать, это та самая ослепляющая, оглушающая, которая на 50% понижает сопротивление. Есть еще вот какая-то анимация прицела. Это, наверное, как раз та граната, которая наносит урон. Не знаю, может быть, я не прав. Но в одном я прав, что враг наш повержен. Мы получаем 69 металла, 25 кристаллов. И, наверное, добьем последнего отступника. Да, я тут топливо довольно-таки собирал в течение недели, но практически его не тратил. Некогда мне было с отступниками драться. Ну, точнее, не в течение недели, а в течение выходных. Суббота, пятница и воскресенье. Поэтому вот сейчас у меня есть реальная возможность хорошо подраться, снять, наверное, длинный выпуск с множеством боев. Конечно, жаль, жаль, чтобы был потерян оригинальный аудиоряд этого видео. На самом деле, по-моему, он был неплохим. Но, тем не менее, пытаемся спасти ситуацию как можем. Что ж, высаживаемся мы тут в бой. Берем врага плотное кольцо. Я уверен, мы победим. Да, что уж тут в уверенности. Я и тогда был уверен. А теперь я увереннее всех уверенных. Теперь я, как провидец, я знаю, что мы победим. Я предсказываю будущее. Ребят, мы справимся с ними очень легко. Я это видел. Для меня это все как дежавю. Так, подходят тут наши миротворцы. Массовым огнем стирают в порошок врагов. И Скарлет Ней легкой походкой, не торопясь, тоже приближается и расстреливает наших врагов. Совсем немного их осталось. Наших врагов уже, наверное, пора заносить в красную книгу. Даже не знаю. Я пока что записываю голос. Но потом, потом мне, наверное, еще придется накладывать сверху какую-то музыку. Которая будет, даже не знаю. Наверное, это будет просто музыка из игры. Но даже не знаю. Все-таки в игре она как-то меняется. От ситуации к ситуации. Во время боя или там во время города. Но посмотрим, как выйдет. Да, здесь я вот смотрю о том, что есть какая-то Пандора, есть какие-то другие места. Но я все-таки так думаю, что пока что для меня такие миссии рано проходить. В сражении участвуют до 10 игроков. Сражение длится 15 минут. Топливо на миссии в сражении не тратится. Ну что ж, хорошо, что хотя бы топливо не тратится. Но тем не менее, тем не менее, мне почему-то кажется, что пока еще рано. И, конечно же, там какой-то захват зон происходит. Одни сложнее, другие проще. И там по итогам мне могут дать часть каких-то технологий прикольных. Но, наверное, пока еще мне рано об этом обо всем думать. Поэтому я все это закрываю. И отправляюсь на выполнение простых, неспешных заданий. Вот в этот сектор, как у Геката, да, мне вообще рано отправляться, потому что у меня нету 100 соколов, 100 птичек. Зато и здесь есть у меня какая-то экспедиция боевая, за которую мне дадут... Так, что там на орбите Орба-2. Так, и за нее нам дадут Адских Стражей, которые бьют по роботам с двойным дамагом. И там еще что-то умеют делать. И уже я и забыл, что... Ну, наверное, они нам позже когда-нибудь пригодятся в какой-нибудь миссии, где мы будем сражаться с роботами. Можно будет их выставить. Ребята, они вроде неплохие. Так, здесь нас встречают всякие абордажники, командиры грифонов и кто-то там еще, да? Что ж, я тут с ними как-то дрался до этого. По-моему, она у меня осталась, эта экспедиция, то есть, не пройденной. То есть, один раз я с ними дрался и не справился, но, тем не менее, с тех пор я немного прокачал свои войска. У меня в рядах появилась Скарлетт Нейт, так что в этот раз, я уверен, мы справимся с ними легко и просто. Но, несмотря на все это, маленький я тут боялся, поэтому боекомплекта не жалел. Так, вот этим ребятам я решил вдарить по голове парализующим или как замедляющим снарядом. Этим просто ракетой на голову посыпать. Так, тут вот пока что силы, силы практически равны, хотя у врага полоса стремительно падает вниз, но вот сейчас, сейчас на поле боя появится Скарлетт Нейт и враг, враг просто будет полностью деморализован. Так, что ж, справа тут что-то наших прессует, а вот по левой стороне идут миротворцы, поэтому там у нас все хорошо. Давайте, наверное, тут поможем ребятам справа, что-то им тяжко. Не знаю, запустила я тут аптечку, но толку она не дала, все, все умерли. Надо им, наверное, все-таки по голове ударить ракетой. И что тут? Наши войска, наши войска рассыпаются. Это плохо, нужно держать строй. Что-то я тут уже перестаю быть уверен в победе, но все-таки, ну не знаю, все же с нами Скарлетт Нейт, она должна справиться. Давайте вот этого одного Центуриона, ну как-то не знаю, ничего мы не успеваем. Думали, что он успеет, успеет подолбить массовой атакой по нашим врагам. Лучше бы я защищал другого, ну ладно, Скарлетт, ты справишься. Теперь мы сможем воочию увидеть, сможет ли она победить целый взвод врагов. Одна, ну там, при поддержке слабенького Центуриона или нет. Но она неплохо справляется, кидает свои гранаты, бьется своих хониксов 46-го калибра и врат повержен. Адские псы нам достаются в награду. Также у них есть очищающее пламя, что значит, что после смерти они взрываются, нанося 41 урона всем врагам вокруг. Ну что ж, наверное, это замечательные ребята. Не знаю, вот эта семерочка, это, наверное, означает, что они седьмого уровня мне достанутся, уже чуть-чуть подкачанные. И это, и это хорошо. Что ж, что бы нам, чем бы нам заняться теперь? У нас появляется новое задание от Скарлет Ней. Она хочет, чтобы мы опять куда-то отправились. В чем-то ей помогли. Давайте посмотрим, что именно она от нас хочет. Хотя нет, не посмотрим. Я тут опять вернулся к своим солдатам, опять что-то пытался их покачать. Ничего у меня не вышло, данных не хватило. Так что, ребята, если есть желание, отправляйте. Мне нужно еще немного генетических данных, чтобы докачать свою легкую пехоту. А потом, потом мне уже придется улучшать те здания, в котором они качаются. Или, возможно, мне там по сюжетной линии дадут задание построить такое же здание улучшения других бойцов, а именно геномодуля машин. И, возможно, я для начала буду все-таки тратить ресурсы туда. Так, что тут у нас? А, у нас здесь вот сюжетная миссия. Просят меня построить геномодуль машины, чтобы улучшать мои войска. Тут я читаю миссию. Но, на самом деле, я вот сейчас, когда комментирую это видео, у меня все маленько в другом формате, не полноэкранным. Поэтому я плохо вижу текст и не могу вам его прочитать. Ну, это здание новое потребует от меня 1800 железа и 1000 кристаллов. Кристаллы у нас уже практически готовы, а вот с железом посложнее. Даже не знаю. Но, если повезет, то, я думаю, завтра мы его все-таки запустим в стройку. А сейчас мы отправляемся выполнять очередное задание от Scarlet Ney. Так, что тут у нас? Дадут мне за него авиаудары и аптечки. Это хорошо, потому что на него мы потратим авиаудары и аптечки. Ну и, наверное, дадут нам все-таки больше, чем мы потратим. Хотя, как знать, если учитывать щиты и прочее. На этой миссии мы можем высадить только Scarlet Ney. И это просто замечательно. Мне кажется, это правильный ход разработчиков. Они решили сделать такую миссию, в которой мы воочию увидим всю мощь Scarlet Ney. Это, знаете, это не тот герой, который... Не тот генерал, не тот солдат, в общем, который прячется за спины других, отдает приказы. Нет, Scarlet Ney она не такая. Она может одна отправиться в бой и наказать всех неверных, всех врагов. Может одна справиться с полчищем Роя. Я тут рассуждал, думал, что, возможно, эта миссия построена таким образом, что справиться с ней можно вполне без применения авиаударов. Решил тут все-таки один шмякнуть. Но, в принципе, я был практически неправ. Вы увидите, это чуть-чуть позднее. То есть, я чуть-чуть ошибался. Миссию я все-таки пройду, забегу вперед. Но для этого все-таки придется потратить мне боекомплект. Без боекомплекта ее, ребята, не пройти. Какая-то жалкая волынка пытается... Пытается что-то сделать со Scarlet Ney, но не тут-то было. Эта женщина... Как, не знаю, не того поля ягода. Совсем другой орешек. Scarlet Ney тут просто раскидывается гранатами, стреляет из своих ониксов. И совсем мало у него здоровья. Остается, не знаю, пытаемся. Пытаемся мы оказать ей первую помощь. Используем аптечки. Не знаю, может быть, щит надо вырубить уже. Как-то надо ситуацию спасать. Но давайте, давайте прибережем пока что. Потому что мы не знаем, что нас ждет дальше. Что мне, кстати, понравилось с Scarlet Ney. Она не в пример простым пехотинцам, которые делают выстрел, потом делают несколько шагов и подходят ближе к врагу. Она стоит на месте и расстреливает врага, пока... Пока враги не кончатся и ей не придется идти, чтобы найти новых. Так, давайте подождем, пока жучки дойдут в поле действия, чтобы накрыть сразу и яйца, и жуков. Даем им тут по голове. Scarlet Ney неплохо бьется своего ножа впритык. Что же, добиваем последнее яйцо. Но тут появляются еще волынчики. Не знаю, легко мы тут этих волынок остановим. Покажем им, где раки зимуют. Кинем последний финальный удар по голове и получаем наши 5 авиаударов, 5 аптечек. Но это не самое главное. Даже 20 опытов не главное. Главное, что мы прошли еще одну сюжетную миссию и открываем новую, в которой Scarlet Ney будет доступен нож, если мы ее пройдем. И знаете, наверное, это очень хорошо. Нож – это вещь нужная. Вообще пригодится в хозяйстве. Так, что там у нас? Давайте напрягем глаза. Я заставил регистраторов пробить все корабли с Архона. Теперь мы знаем, что наша птичка посещала ремонтную базу где-то там. Очевидно, теперь она принадлежит жукам. Мне паковать чемоданы? Да, конечно. Конечно, Ney, пакуй. Собирай свои вещи. Мы отправляемся в бой. Топлива у нас, благо, хватает. Поэтому мы можем спокойно пойти наказать неверных. Здесь ты уже не будешь одна. Тебе помогут наши остальные солдаты. А в награду ты получишь вот этот замечательный кухонный нож. Не знаю, Скарлетне она хоть и солдат, хоть она и боец, но все-таки не стоит забывать, что она еще и женщина. Поэтому ей нож необходим. Там иногда салатик порезать, не знаю, колбаску на бутербродике, врагов на фарш. Нож – это вещь нужная. Я бы сказал, даже необходимая. Так, что ж, здесь у нас ждет еще полчища жуков. С ними мы, я думаю, легко, легко должны справиться. Делаем нашу стандартную расстановочку. Не знаю, правильная она или нет. Но где-нибудь мы выбираем. Притарианцы, миротворцы и Скарлетней. Еще одно место, где будут притарианцы. У нас идут всегда впереди. Пехотинцы позади. Что ж, войска расставлены. Можно отправляться в бой. Давайте, пожалуй, по голове ударим вот этим жучаром. Здесь, ребят, наверное, полечим. Ну и на этом, наверное, можно уже закончить траты боекомплекта. Не знаю, неплохо мы тут справляемся. Ну давайте еще вот этих гаркнем по голове. Все-таки, все-таки зачем его экономить? Кристаллов у нас вроде хватает. Если надо, закажем новый. А вот миссию по два раза одну и ту же выполнять неохота. Так что, так что лучше перестрахуемся. Хотя, вот у врага, я смотрю, стремительно шкала падает. А у нас все хорошо. Так что можно уже боекомплекты не тратить. К тому же, к тому же на поле боя появляется Скарлетней. Она у нас сама лучше всех боекомплектов. Так, тут один жучок кидает свое токсиновое озеро. Его мы, конечно, забьем, но довольно-таки прикольный этот жук. Он довольно-таки неплохо покоцал мои войска перед смертью, но это ему не помогло. Мы отобрали у него его кухонный нож. Теперь Скарлетт будет не только грозой на поле боя, но и на кухне. Так, что там у нас? В каком-то терминаре базы на Коринфе отмечено, что корабль прибыл от станции DLC-98, которая также принадлежит Альбиону. По документам, станция заброшена пять лет назад, но рейсы оттуда ходили регулярно. Выдвигаюсь на DLC. Да, Скарлетт, давай, выдвигайся. Отправляемся прямо сейчас. А что? Нет, не отправляемся. У нас же топлива совсем не хватает. У нас всего 185. Можно, наверное, еще какого-нибудь, не знаю, генерала побить или... Хотя там вроде остался только страшный, очень страшный генерал. Поэтому даже не знаю, как нам поступить. Да, вот здесь у нас уже появляется новая технология, которая даст 55 к здоровью и 5 к дальней атаке героя. Это, по-моему, очень замечательно. Ждать нам, правда, придется 5 дней. И даже не знаю, на этом, наверное, придется закончить наш выпуск. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был 1СТ1. Всем спасибо. Всем пока.